Привет всем друзья, если вам кажется, что у вас на зимней рыбалке рыба клюет хуже, чем у других рыбаков, и во всем якобы виновата снасть, неважно самодельная она или покупная, я вам расскажу, как сделать из любой зимней снасти волшебную снасть, на которой будет ловиться рыба лучше, чем у других рыбаков. Как на реке, так и на озере. Возьмите, друзья, свою зимнюю снасть, разберите и сделайте несколько колебательных движений. Ваша снасть должна вам нравиться. Да, есть такой один небольшой секретик, многие опытные рыбаки об этом в принципе-то знают, что зимняя снасть должна быть продолжением вас самих. И поводите вверх-вниз, вверх-вниз, и посмотрите внимательно на вашу, именно на вашу зимнюю снасть, что в вашей снасти вам, возможно, не нравится. Может быть, допустим, длинный хлыстик, или наоборот, сильно короткий. Может, удочка плохо и неудобно сидит в руке. Может быть, сторожок не того цвета, либо опять же короткий, либо опять же длинный. Вот моя рабочая снасть. И как-то я решил сделать точную копию, один в один. Раз в 15 я переделал кивок. Одну снасть держу в руке, всё хорошо. Получаю, как говорится, удовольствие от того, что играю, допустим, мормышкой. Беру другую. Точно такая же копия. Покупная вот такая удочка. Точно такой же хлыстик. Такого же размера, такого же длины. Также кивок был сделан из пластиковой бутылки. Всё один в один. В итоге я переделал кивок 15 раз, пока не понял самое главное. Разница была в кивке всего 2 мм. В итоге мне получилось и удалось сделать точную-точную копию вот точно такой же удочки. И когда я брал одну и вторую, я не чувствовал разницы. А до этого была разница. Играл, когда первый, я получал, так сказать, удовольствие. А когда играл второй снастью, что-то мне в этой снасти не нравилось. Дело было, ребята, кроме шуток, кивки всего-то 2 мм. 15 раз я переделал кивок, пока до меня не дошло. Ну, что думать, 2 мм большой погоды не делает. Напомню, вот, друзья, эта снасть рабочая, которой я на зимней рыбалке ловил всю рыбу, начиная с окуня, кончая уклейкой. Всё, что есть подо льдом, клюёт и ловится. Поэтому, друзья, возьмите свою зимнюю снасть и посмотрите, что в зимней снасти, возможно, в зимней снасти, ваши вам не нравятся. Может быть, извините, кивок, может быть, длинный или короткий, если на хвостик, может быть, она в руке сидит плохо. Но когда вы будете двигать снасти, во-первых, не играя как бы мормышечка, да, вы должны получать от этого удовольствие. И когда вы придёте на зимнюю рыбалку, отпустите свою снасть в лунку, вы удивитесь. Рыба клюёт так хорошо, что вы даже этого, в принципе, до этого и не ожидали. Даже если у других рыбаков клювать не будет, от нуля вы всё равно уйдёте. Этот лайфхак, эту маленькую вот такого рода хитрость, знают многие опытные рыбаки со стажем, что зимняя снасть должна быть продолжением вашей руки. И когда вы играете зимней снастью на зимней рыбалке, вы должны получать удовольствие от самой игры зимней снасти. И когда вы получаете удовольствие от игры зимней снастью, то есть зимней удочкой, вы не поверите, рыба ловится на ура и ловится очень хорошо. Как по перволюдку, как в середине зимы, так же, как и в конце зимы и весной. Там, где используется зимняя снасть. Даже летом сборжить. Вот такая, друзья, маленькая, небольшая хитрость. Независимо от того, самодельная у вас удочка или покупная, независимо от того, из чего сделан кивок или же куплен в магазине. Точно так же, как и мормышка. Куплена в магазине или сделана своими руками. Эту маленькую хитрость знают все заядлые рыбаки. Зимняя снасть должна быть продолжением вашей руки. И играя зимней снастью на зимней рыбалке, вы должны получать от этого нескончаемое удовольствие. И только после этого, получая удовольствие, рыба будет ловиться, как на реке, так и на озере. Правда, не в любую погоду. Но в плохую погоду от нуля все равно уйдете. Даже тогда, когда другие от нуля уйти не смогут. Всем удачи, друзья, и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok